Жарко арахиса на батарее, ноу-хау жителей 48-го дома по улице Рябикова. Бобовые прокаливаются до нужного состояния, конечно, не так быстро, как на плите. Зато не нужно включать газ. Дышать в квартирах невозможно, жалуются заложники температурного режима. Закон диктует энергоснабженцам, норматив нужно соблюдать. Отсутствие регулятора в конкретном доме приводит к перегретому воздуху и крупным суммам в платежные документы. Ребята, невозможно грабить они нас. Беспредел вообще. Мы уже думаем продать, уехать в деревни. Дом купить, наверное, жить больше иначе. Выхода у нас нет. Отдаем 4 тысячи с половиной. За что? Плохо не только, что вопрос не решается, но и то, что просьбы помочь не слышат управленцы. Судя по тому, что рассказывают собственники квартиры в этом доме, все они давно уже даже не одна большая дружная семья, а один человек. А там они в дом правильный звонить невозможно. Вы надоели. Никто не звонит с вашего дома. Только вы звонить умеете. Вот и все. И любой. Соседка звонила. Бесполезно. И каждому так же отвечают. Никто с вашего дома не звонил, не жаловался. Только вы одна. Все, как уже было отмечено, упирается в отсутствие регулирующего прибора, либо его неисправность. При наличии же терморегулятора и жарко в квартирах быть не должно. И счета за потребленный ресурс не смогут ввергнуть в уныние даже пенсионеров. Установку прибора может провести управляющая компания. В России уже сложилась соответствующая судебная практика. Если есть претензии у собственника, он их выставляет в управляющую компанию. Управляющая компания должна за собственные деньги, ну обычно это за деньги соседних домов или деньги кредитные, закупать это оборудование, ставить и выставлять собственникам счета за это оборудование. Все. То есть, собственник, прежде чем это делать, он должен подумать, а мне вот это надо, или я лучше, может, раз в год заплачу, там, 5 тысяч рублей, и фигу с ним с этим температурным регулятором жидкости. То есть, собственник находится все время в поиске, что ему сегодня выгодно. Раз начислили, я должна подчиниться государству все-таки. Государство вроде как нельзя обманывать, и эти предприятия государственные. Уплачу сейчас, что они мне прислали, уплачу по счетчику, уплачу по счетчику. А дальше что делать? Ходить каждый день, проверять к ним, ну как, войну чинать или платить? Это они настолько путают. Заложники неинформированности и безразличия. Злостными неплательщиками людей, так ответственно относящихся к понятию долг, назвать не поворачивается язык. Варианты действия уже были озвучены – уезжать или бороться за свои права. Последнее сложнее, но и оставлять все как есть нельзя, потому что вполне вероятно, что следующую зиму встречать придется так же, прокаленным кахарахи с воздухом и открытыми форточками.